Прошедший саммит стран-участников Организации Исламского Сотрудничества, Казанфорум 2024, в принципе, можно считать очень успешным, очень полезным. Непонятно, скажем так, фактор успеха, то ли же то, что он в федеральной повестке уже второй по счету, то ли он 15-й в принципе в организации в Татарстане, проходящей в Казани. В любом случае, отмечаю довольно серьезную тенденцию здравых практических мыслей, ну, в частности, неоднократно звучало, что совсем не обязательно закатывать отель в, скажем так, полностью халяльный, что можно делать муслим-френдли, можно делать халяль-френдли, то есть дружественным к размещению гостей, исповедующих ислам, приезжих из, соответственно, стран, где ислам является, например, доминирующей религией, да, что можно идти по мягкому так называемому пути, то есть можно, например, повышать долю халяльной продукции в меню, то есть можно, например, скажем, делать, ну, какие-то места коллективного пользования более индивидуальными, что ли, да, совсем не обязательно делать, там, скажем, в гостинице молильные комнаты, достаточно положить, например, молильный коврик, да, хотя многие мусульмане-путешественники берут на мозлы, собственно говоря, с собой. Плюс лично я довольно, довольно высокая степень уверенности у меня, что с точки зрения популяризации, например, халяль, все будет хорошо, потому что наблюдается очень хорошая позитивная динамика, например, по полкам халяль-продукции в торговых сетях, по пунктам и обозначениям пунктов халяль-меню в заведениях общественного питания, по, скажем так, дружелюбию, наверное, да, и какого-то добрососедству к посещающим столицу, посещающим регион, вот, в туризме много чего делается, очень много чего делается в халяльных услугах, появляются, например, ну, даже довольно распространенные, ну, скажем там, в Индии, в исламских странах, допустим, парикмахерские, да, раздельные, отдельно для мужчин, для женщин, хотя на самом деле в советской действительности женский зал и мужской зал, собственно говоря, всегда были разделены. Единственный вопрос, конечно, по мастерам-парикмахерам, по мастерам красоты индустрии бьюти, да, то есть там по ногтевому сервису, прическам и так далее, и так далее. С этим, конечно, еще есть куда работать. Прозвучал интересный тезис о развитии халяльного медицинского туризма, да, в частности, там, я не знаю, халяльной косметологии и средств косметики в фармацевтике халяльной, а также распространение стандарта халяль в индустрии красоты, в бьюти-индустрии. А учитывая количество, собственно говоря, СПА-салонов, ну, в частности, в Солице, там, Татарстан, наверное, и Уфе тоже, и в ряде столиц регионов Ульяновской области, Оренбург, Пенза, то, в принципе, я думаю, что немалое количество из них начнет предоставлять, собственно говоря, услугу вот адаптированности, как это сейчас модно называть англоязычными терминами, да, то есть халяль-френдли, муслим-френдли, то есть адаптированности к потребностям гостей, мужчин и женщин, которые соблюдают нормы шариата, находясь в дороге, да, в туризме, в пути. Вот, поэтому, поэтому тенденция очень хорошая, и, собственно говоря, можно ожидать, что следующие мероприятия пройдут так же информативно, собственно говоря, диалог между мусульманами и диалог между властями продолжается, и вот отмечаю очень положительную динамику, положительную тенденцию большого количества здравых мыслей, то есть в том числе у представителей власти узнаваемость и, скажем так, информированность, образованность неуклонно повышается, потому что, если брать еще несколько лет назад, ну, собственно говоря, не понимали, кто такой турист-мусульманин, да, что такое халяль и, собственно говоря, что нужно делать, да вообще какие требования нормы шариата надо соблюдать, какие нет. А когда спрашивали, скажем так, у самых консервативных, самых фундаментальных представителей, да, мусульманства, они выражали желание, в том числе и мечеть под окном, ну, сами понимаете, это не совсем реально, и под такие, скажем так, требования, наверное, вестись в хорошем смысле не стоит. Дело в том, что стоит, наверное, еще вспомнить, ну, давай назовем так, притчу, вообще это хадис, да, то есть количество шагов, которые проделал мусульманин до места молитвы, взяв тахарат, с каждым шагом ему прощаются грехи и добавляются благие дела. Поэтому делать мечети там под окнами, ну, и не имеет здравого смысла, и, собственно говоря, и самим мусульманам польз большой не принесет. Вот, поэтому прогноз на развитие добрососедства, дружелюбия, вот этого самого халяль и муслим-френдли между странами организации ОИС, организацией исламского сотрудничества, 57 государств, и взаимопрокновением культур, и взаимообогащением, опять же, культур довольно хороший. Не зря же существует такой хадис и поговорка о том, что мы создали вас разными народами, разными цветами кожи, разной культур, чтобы вы общались друг с другом, взаимообогащались. Всем успехов, с вами был консультант решения Верный РФ Сергей Масляхин.